выход из найма уже в самостоятельный путь как раз совпал с pirate pay и произошло это так что мы начали опять же над ним работать когда еще у каждого из нас мы каждый из нас работали по найму и со временем просто наступила такая точка конфликта интересов когда мне нужно было для pirate pay съездить в москву на там очередную встречу на защиту проекта на два на три дня по моему там был какой-то обучающий программа дела компании требовали чтобы я остался здесь ну и в этот момент времени было принято решение что мы просто расходимся я вот вышел получается в в мир за плечами понятно всегда опыт вот значит определенно уже получается было было представление о том что то что я делаю является перспективным и сколько это было конечно сбережений но и плюс там я за три или четыре года отпускные которые не не ходил в отпуске я просто получил вот одним пакетом и этом достаточно было там на 3-4 месяца того чтобы хотя бы обеспечить себе вот и семье тот же самый уровень но вообще гарантий не было конечно никаких страшно проиграть и провалиться это же связано в первую очередь с эмоциональной стороной вопроса что когда ты провалился ты плохой типа как будто те оценивают да кто тебя может оценивать но ты либо сам оцениваешь ты оценивают близкие друзья да еще бывает что люди загоняются на оценку внешнего мира у всех это есть у меня тоже наверняка есть это составляющая в смысле она точно есть что вот мне важно до какой-то степени тогда было сейчас меньше времени важно что вот обо мне подумают скажут или напишут кроме самой составляющая оценка есть еще и условно говоря ну вот просто финансовая часть значит я человек который опасается оказаться без не то чтобы без денег да а без представления о том как они у меня появятся через какое-то время деньги закончились это означает что все это типа это в маржин кола это как бы закрытие всех позиций ты уже не можешь обслуживать но в этой ситуации тоже у меня были ситуации когда я не мог платить по обязательствам ну вот просто нет денег но мы чеком передоговаривались и потом я соответственно эти деньги возвращал позже мы искали не только инвестирование как деньги да мы еще искали и возможность наиболее адекватных потратить и инвестировать эти деньги и как бы и вложить и создать продукт самих этих денег полностью тоже не хватало на то чтобы вы сделать нам приходилось привлекать внешних подрядчиков и приходилось им обещать что мы через какое-то время возвратим эти средства то есть часть мы платили деньгами часть мы оплатили вот такими обещаниями мы с ними полностью расплатились вот с этими подрядчиками но был какой-то момент времени когда мы по сути ну как убрали взаймы у них время назовем так это вот та история профил фаст которую который я не умею делать значит бросить это означает что окей отрубили концы и типа теперь оказываемся в невесомости и вот идем дальше вот это ощущение свободного падения для меня очень некомфортно поэтому даже какие-то вещи которые может быть надо было бы раньше обрубать я тащу довольно долго да то есть я готов там ок я оторваться от как бы от от земли мне в этом смысле страшно это мой самый главный страх конечно поехал получается в москву дальше мы начали размытость я дополнительно еще эти деньги часть денег вложил еще в развитие этого продукта значит в то же самое время мы стали искать будущих клиентов на parent pay даже мы мы еще раньше начали искать то есть там я летом или летом первые встречи сострялись они продолжались значит все это время и мы стали искать инвестиции и вот нашли их первые наши инвестиции были у пассивного фонда microsoft microsoft по идее могут быть нашим первым главным покупателем с microsoft не сложилось там по ряду причин наше сотрудничество поэтому было вначале круто конечно что это именно microsoft было прям реально круто да но по сути как бы вот не срослось а